Привет, я Евгения. А я Катрин. А выпечки я знаю много и еще чуть-чуть. А я занимаюсь выпечкой и десертами профессионально. И я еще владею психологией теста. И мы готовим на пару! Итак, сегодня на самом деле мне мои попросили очень шоколадные маффины. И поэтому, соответственно, раз уж ты пришла ко мне в гости, поэтому будешь помогать мне готовить. Хорошо, я согласна. Сильно натруждать тебя не буду, но все же. Поэтому смотри, если тебе удобно, присаживайся, будем с тобой болтать и заодно готовить. Если я сейчас тебе нужна, ты говори, Жень, ты мне нужна. Ты сегодня будешь мой подаван. Хорошо, все, я согласна. Я согласна подавать, да. Здесь тесто очень простое. Мы сейчас возьмем все ингредиенты, которые я назову, и вместе их спешаем. Все, и на этом тесто будет готово. Итак, мне нужно три яйца. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот, отлично. Я не даже могу разбить. Итак, яйцо. Всего три штучки. Но сахара сюда идет очень много. Я смотрю на эту миску. Сахара сюда уйдет два стакана. И гадай, это для карамели или это в тесто? Нет, нет, это все в тесто. Итак, сюда же давай мы возьмем воду. Воду? Вот это? Да. Воды совсем немножко, 60 миллилитров. Вся тоже сюда. Итак, сюда же растительное масло. Я знаешь, как себя чувствую, Ким. Помнишь, царевна, лягушка? Да, да, по царевне лебедь, лебедь, махнула. Ну-ка потом она, да, махнула. Итак, растительное масло. Сюда же давай добавим соду и разрыхлитель. В маленьких таких мисочках, да, стоит. В это тесто идет и то, и другое. Просто кислотности недостаточно для того, чтобы использовать только разрыхлитель. И так, разрыхлитель. Это у нас разрыхлитель. И сода. Аллилуйя! Потому что у нас нет этого магического ритуала. Давайте погасим соду! Итак, давай сюда молоко. Так. Которое делается в воздухе. Для чего? И сметану все-таки. Да, да, да. Фокус, фокус. Мы сегодня без этого. Была сода. Был разрыхлитель. Без разрыхлителя. Так, сюда же сметану. Так, и в этот именно рецепт я люблю добавлять еще растворимый кофе. Сейчас смотри. То есть у меня была вода, и у меня есть кофе растворимый. На самом деле, в оригинале просто должна быть порция эспрессо. Но на самом деле, достаточно добавить просто кофе растворимого, и все. Я тут недавно делала бисквит шоколадный, шифоновый. Дочери ко дню рождения торт забабахала. И там тоже нужен растворимый был кофе. А растворимый кофе в доме нет вообще априори, а специально я не покупаю. Я такой сварила. Крепенький, да? Крепенький, да. Ну, что же получилось? Да, очень-очень. Я просто к тому, что люблю я этот момент. Вот это небольшое кофейное, вот она добавляет все-таки. Очень с шоколадом хорошо идет. Вот именно в шоколадных, в чем-то бисквите, там в маффинах, возможно. Когда идет шоколад и кофе, к этому сочетанию, если еще добавить красного солода, даже если это бисквит для торта, получается вообще волшебное сочетание. Оба-на. Итак, все, какао, последний ингредиент, соответственно, для теста это что? Мука. Мука. Так, ну и чтобы не забыть, еще помимо этого мы положили соду, разрыхлитель, и соль все равно сюда тоже идет. Потому что у нас слишком много будет горечи для того, чтобы ее, соответственно, она ушла, поэтому нужно добавить соль. Я очень надеюсь, что это соль. А ты пробуешь, если вдруг сомневаешься? Когда сомневаюсь, я пробую, да. Но здесь просто я так посмотрела, что больше ничего под нее не подходит. Итак, последний ингредиент, это мука. Сейчас я ее подготовлю, а ты пока перемешай, пожалуйста. Я с удовольствием. Я потом еще скажу, что это я делаю. В этом году торговая марка Предпортовая отмечает 25 лет со дня выпуска первой пачки муки. 25 лет. Мука, на которую пекли пышки, блинчики, оладьи во всех семьях. А сегодня я приготовлю маффины из муки Предпортовая. Для выпечки очень важно качество ингредиентов. Легкая и воздушная мука высшего сорта торговой марки Предпортовая – это идеальное решение. Итак, муки мне нужно 250 грамм. Так как мука в пачке, да, ничего я просеивать не буду. Я тоже никогда не просеиваю. Так, я тут уже вот как я старалась. Так, здесь чуть-чуть поэффективнее для того, чтобы все эти комочки все-таки ушли. Я не знала, до какого момента можно, как можно интенсивнее. На самом деле, то, что сейчас видим в тесте, это же этот кофе. А, все. Поэтому это не комки теста, да, это кофе, который будет растворяться. У нас и дальше. Такой кофейный аромат пошел прям. Ну, слушай, все-таки шоколад, кофе, да, это самые такие потрясные сочетания. Шоколад, кофе, апельсин тоже мне очень нравится. И карамель, банан тоже. Согласна. Это тоже так, да? Ну, пожалуйста. Да, давай перемешаю, потому что тебя, знаешь, что попрошу? Подготовь, пожалуйста, формочки для кексиков. У меня там есть силиконовые формочки. Вот, вижу. Ты их раскладывай на противень. Ты ложкой раскладываешь или через кондитерский мешок наполняешь? Слушай, когда дома, естественно, я раскладываю просто ложкой. Ага. А вот это тесто на какое количество? Здесь, наверное, нам получится два раза отпечь, вот как стоит вот этих формочек. Отпекается долго по времени? Такие маленькие кексики, они буквально у нас там 10-15 минут, они будут готовы. Все, все крапельники так и остались от кофе. Тесто гладкое. А они не растворятся, крапельники? Они растворятся, когда мы будем печь. Будут. Да. Там вся эта команда, в голове с содой, с разрыхлителем, начнет бурлить. Отлично. И все это растворится там внутри. Так, и говори, до какого... Так же, как обычно, вот по стандарту. Две трети мы наполняем. Да, просто оно так, как начнет, опять же-таки, бурлить, да, и скакать в тесте, чтобы вот это вот... Вот так вот прям. Можно и так. Я вот единственное, да, конечно, люблю через кондитерский мешок. Аккуратно. А здесь тесто такое жидковатенькое, поэтому через кондитерский мешок там аккуратно не получается. Ты весь изгвоздаешься в нем. Да, видно. Вот так вот нормально? Да? Угу. Итак, тесто пока в сторонку. Маффины отправляю в духовку, получается 170 градусов в 10-15 минут. Сейчас посмотрим, как справится духовка. Угу. Так, а это пока в сторонку отставляем, да? Угу. Но так как духовка у меня симфер, поэтому я думаю, что справится за 12 минут. Итак, пока они пекутся, я хотела сделать карамель. Карамель мне нужна мягкая. Угу. Итак, мне нужен сахар. Опять-таки, все сластим дальше. Стакан сахара. Сюда же немножко воды. Маленький графинчик там. Водичку. Ага. Чуть-чуть водички. Все, ставлю карамель. И... Так, и второй сотейник нам нужно поставить прогреваться, соответственно, сливки. Смотри, сливки, кажется, две порции здесь. Потому что я буду украшать кремом. А, а ты мне просто скажи, какие мы прогреваем, больше или меньше? Мне нужны те, которые меньше. Графинчик со сливками. Все. То есть давай приготовим сливки, которые нужно прогреть. И, соответственно, рядом с шкафом кусочек масла, который нам тоже будет необходим. А я пока уберу вот это все лишнее, чтобы не мешало. Итак, все закипает очень быстро. А знаешь, почему? Потому что у меня варочная поверхность симфер. У этой панели ширина всего 45 сантиметров, при этом три комфорки. Можно одновременно использовать несколько комфорок и экономить время на приготовление еды. Это идеальный вариант для небольшой кухни. Благодаря сенсорам управлять варочной панелью симфер очень легко. Панель сделана из современного прочного материала стеклокерамики. У нее 9 уровней мощности и есть блокировка от детей. Так. Сливки снимаю. Чуть-чуть подогрелись. Ну вот и карамель начинает у нас поджариваться. Ты сильно карамелизуешь? Да, я люблю цвет, чтобы такой был прям гречишного меда, знаешь. Потому что в обратном случае я не чувствую прямо вот этой вот карамели. Привет, я Евгения. А я Катрин. О выпечке я знаю много и еще чуть-чуть. А я занимаюсь выпечкой и десертами профессионально. И я еще владею психологией теста. И мы готовим на пару. Итак, добавила, да, добавила в карамель, получается, дошла до цвета. Добавила сюда теплые сливки. Все. И как-то из-за того, что, видимо, очень маленькая раскладка, все у меня сразу растворилось. И не добавляла я, вернее, не возвращала я на плиту. Просто когда объем большой, получается, это все не растворяется, обратно вернули. И вот мы кипятим этот компот для того, чтобы там все обратно растворилось. Все, сейчас я сюда добавлю кусочек сливочного масла. А соль добавляешь? Да. Я очень люблю. Тогда прям оттеняет вот эту сладость. Аскобину снимает, конечно, да. И мне причем очень нравится, что все говорят так, соленая карамель, соленая карамель. Ребята, там соль не для того, чтобы она была соленая. Да, 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 чтобы она была соленая, действительно. Она для того, чтобы была вкусной. Да. Я видела эти фишки, когда в банках прям продают эту карамель. Там девчонки делают, мастерицы. В общем, в баночках разливают, это продают. Я не понимаю, как это было. Слушай, в нашем детстве, знаешь, что было? Была вареная сгущенка. Сгущенка, да. И просто сгущенка. Так, сейчас проверю кексы. Ну, поднялись они классно. Все, они уже готовы? Все, готовы, вытаскиваем, да. Так. Вот, смотри, какие красавцы. Слушай, а куда их выкладывать прям сразу? Слушай, а сейчас поускай, пока немножко отдыхают. А, отдохнут? Как раз, да, чуть-чуть. Все равно заканчиваю карамель. Чуть-чуть, мы нам сейчас обожжемся, просто пока будем вытаскивать. Про банку сгущенки. Когда, в то время, когда сгущенку еще вареную не продавали, а была просто обычная сгущенка. Да. Мама с папой на работе были, была сгущенка у нас в доме, банка одна. Я, моя сестра старшая, мой младший брат. Ну, это приблизительно, я была, наверное, в классе пятом, наверное, шестом. Ну, мы видели, как мама варит сгущенку и решили повторить. Но мы не знали, что надо на медленном огне или хотя бы подливать воду. Мы поставили эту банку, налили, в общем. И в тот момент, когда мы пришли, вода в кастрюле выкипела, уже там все, знаешь, сама кастрюля начинает черным покрываться. И в этот момент мой маленький брат ему... Ну, тогда, чтобы не соврать, может, лет пять, наверное, было. А, я в пятом классе, да, ему где-то лет пять. И вот подходит ножом и в эту банку. Что происходит? Банка взрывается. Это сгущенка на потолок. Антон смотрит туда, с потолка эта блямба горячая падает ему на лицо. Он орет. А Оксанка говорит, лежи, лежи, эту сгущенку смыть. Господи, нет там ребенка помыть, там, да, как-то эту сгущенку смыть. Она говорит, лежи, лежи. Вот было всяких таких случаев. Да, и вот хотела то, что как раз сказать, что, наверное, веселые истории со сгущенкой, они были в каждой семье. Это я тебя развлекаю. Ты смотри, я ничего не делаю. Да-да-да, ты смотри, я тебя слушаю, между прочим. А я тебе рассказываю. Я тебе больше скажу. Я тебя слушаю. И так, видимо, активно я работала лопаткой, чтобы мне даже не пришлось блендерить карамель. Она не отсекнулась. Да, очень хорошо. Масло вошло. Четко, прямо, прям красота. Поэтому все, карамель готова. У нас есть первые маффины, которые можем и уже фаршировать. Мы должны вытащить, да? Да, да, да. Мы вынимаем серединку или приминаем? Мы серединку, смотри, как чаще всего, да, то, что я практикую, то есть я ее вырезаю. Вот таким образом. Да? То есть все, у меня остается лунка. С этой лунки, то есть шапочку маленькую, то есть я вот только оставляю. То есть таким образом делаю заготовку. Давай сделаем только слегка поглубже, потому что у нас иначе с тобой не войдет столько много ингредиентов, как мы бы хотели. Так, смотри, прямо в лунке, да, я просто положу по кусочку банана. А можно прямо туда, может, как бы утопить? Да, ты прямо уж ваткнуть прямо туда. Он же тем более сейчас теплый, прям красота. Да, все, раз нарезано, мы сейчас еще сюда добавим. Так, и прямо сюда на бананчик я бы хотела добавить как раз по ложке карамели. Слушай, ну, смотри, начинки много. А, у меня тут есть. А, все, отлично. Начинки много все равно сейчас. Даже, мне кажется, на эту все порцию еще даже остается. Карамель, а мы еще будем сверху декорировать. Вот мы сделаем так, чтобы все слепалось, просто чтобы все от желания. Так, я тебе все это ставлю, потому что хочу, соответственно, тебя попросить как раз карамельковый сделать такой вот рай. Ну, смотри, у меня свой, может быть, рай. Тут не страшно. Все, и мы все прикроем это обратно, кружочками. Так, а я сейчас, пока мы фаршируем это, я, соответственно, хочу остаток банана пожарить для декора. А сливки вот там взбить нет? А сливки мы как раз для крема. То есть пока ты сейчас закрываешь еще капкейки, маффины, как угодно их называй. Они еще немножко остынут для того, чтобы можно было положить крем. Крем там самый простой, это сливки и творожный сын. Поэтому сейчас я пожарю бананы для декорирования и, соответственно, буду взбивать крем. Я вообще, на самом деле, для себя тоже как-то поняла в один момент, когда у меня было такое увлечение. Сначала муссами, муссами, прям вот мне нравилась вот эта легкость текстуры, вот это ощущение, что ты ешь мороженое, да. А потом я поняла, нет, я хочу вот по тяжелой артиллерии. Я прям хочу чувствовать, да. Ну, согласна, да, хорошо. А английские кексы ты когда-нибудь практиковала? Нет, ну-ка, может быть, да. Нет, на самом деле французские кексы, американские маффины, да, и наши кексы, то есть, по сути, одно. То есть это жирное тесто, жирное тесто, которое, то есть, как бы запекается и получается такая достаточно влажная текстура, которую не нужно пропитывать, естественно, ничем и так далее. А вот английские кексы, они делаются с дрожжами. И получается, что они похожи очень, наверное, они ближе к нашему куличу пасхальному, я бы так сказала. Однажды, просто однажды я делала морковный кекс, так он, как бы классический, вот кекс, много масла тоже, сахара, вот это вот, считай, как ты делаешь морковный пирог, да, там, морковный торт. Только еще плюс туда добавлялись дрожжи, это выбраживалось. Вот, был необычный, но очень вкусный, с грушей, вот, дрожжи сделали свое дело. То есть они там отработались совершенно по-другому, как если вы в тесте, да? Да, 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 там... Слушай, это очень интересно, нам надо будет как-нибудь с тобой сделать подобное. Да, можно, между прочим, да, можно повторить. Для крема я просто сейчас пока разговариваем, как раз возьму творожный сыр, сахарную пудру, сейчас все это разотру, добавлю сливки и взобью, все, больше ничего. А масла вот у нас там кусочек нет, это нам никуда не надо? Масло мне кусочек был нужен, я смазывала сковородку для того, чтобы жарить бананы. Естественно, на работе мы просто посыпаем бананы, да, сахаром и проходим сигарелкой для того, чтобы их карамелизировать. Дома, как правило, горелку лучше не держать. Иначе есть такие вот члены семьи, которые могут использовать ее не по назначению. Есть, есть. У меня сейчас нет, эти члены семьи мои уже выросли и живут отдельно, но было такое, что... Нет, жареные бананчики тоже на сковородке достаточно быстрые, если уж они остались у нас, да, то есть как раз... Это прям все сливки или будешь немножечко просто для жирности? Нет, зачем? Мы можем, то есть вообще, то есть чаще всего для самого простого крема творожного, то есть я просто беру один к одному. Если 200 грамм у меня сыра творожного, значит 200 грамм слива. И не взбиваешь сливки? Нет, сейчас забью. А, и тебе нужен будет... Миксер самый простой, вот такой вот, да, 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 самый простой, с двумя чудными штучками. Хорошие штучки, иногда очень не хочется доставать вот что-то большое, глобальное, достал, раз, что-то быстро сбить надо и... Особенно, когда нужно чуть-чуть, ну, правда, не хочется пачкать дежу, да и там долго будет, пока достанет туда вниз, так что здесь все ловко и быстро. Так, все, отходи, чтобы не запачкать блузку, я врубаю. Привет, я Евгения. А я Катрин. А выпечки я знаю много и еще чуть-чуть. А я занимаюсь выпечкой и десертами профессионально. И я еще владею психологией теста. И мы готовим на пару! Ну, в общем-то, все. Очень хорошая, да, такая хорошая плотная консистенция. Да? Про венчики, да? Говорит, добрая мама всегда даст облизать венчик. Да. А любящая выключить миксер. Да? Я всегда это делаю. Миксер выключаю? Нет, облизываю. Мы еще в очередь стояли. И это да, согласна. Я помню, как мама взбивала Наполеон. И мы также охотились за венчиками. Да у меня сейчас Арина встанет. Мам, дашь облизать там дежу? Там нет. Запросто. В общем-то, все, крем готов. Так, заправляем. Крем-мышок. Ты будешь насадкой без... Не надо... Не нужно... Нет, насадка... Во-первых, честно сказать, когда они у меня есть дома, я их все равно теряю, либо отношу на работу. Ясно. Поэтому какой-то такой коллекции, именно прям домашней, не держу их никогда. Чтобы потом не искать, как я. Чтобы потом не искать, да. Ну и честно сказать, что такое вот прям фигуристое, отсадить можно и без насадки. Я уже, на самом деле, даже подумала, что я готова устроить какой-нибудь аукцион. Там благотворительный раздам свои приблуды кондитерские. А что раздам? Там, конечно, на тысячи. Тысячи. Сейчас столько начинающих кулинаров и кондитеров. Я тебя умоляю. Все это можно прекрасными наборами продавать. Тем более, тем более от такого человека. Да. Так что, если хочешь, можно... Минутка. Минутка славы. Можно автограф поставить на пакетике? Опять же таки. Так, ну и для фигуристости, да, соответственно, немножечко подрежем мешочек. Вот, я к тому, что кто-то... Да, кто-то... Когда нужно. Кто-то да и кто-то да. Мы можем с тобой потом рассказать отдельно, как надрезать правильно мешочки. Их там вариантов. Вариантов очень много. То есть, в принципе, иметь насадки дома для всей этой истории совершенно не обязательно. Все, и мы украшаем наши капкейки. В итоге начали с маффинов, да, закончили капкейками. Это же прекрасно. А вот видишь, как я... А, начали мы с кексов вообще. Переформатировала. По бананчику. И все это мы сейчас очень эротично польем сверху карамелью. Ешкин, это еще не все? Ну, конечно. Нам же надо, чтобы у нас... Чтобы мы посмотрели и уже слиплось. Вот задача какая. Я поняла. А потом неделю не есть вообще. Да неправда. Потом неделю можно еще смотреть на эти кексы. Все. Жареный банан, янтарная карамель. Все, оставляй это на следующие кексики. И вообще здесь вот такое декорирование, как правило, оно же, как, по желанию. Хочешь, ты можешь оставить просто маффинами. Хочешь, ты можешь их дальше превращать во все, что угодно. Ведь если сделали мы карамель вовнутрь, ну, все равно она останется. Ну, полей-то еще сверху. Осталась все равно карамель, значит, придется на завтрак делать блинчики. Ну, это уже карма какая-то получается. То есть здесь декорировать можно и сырым бананом. Почему нет? Можно просто воткнуть кусочек шоколадки. То есть я думаю, что от этого тоже никто не обидится. Но это сама знаешь. Все, начинаем смотреть, что там у нас подвернулось. Тем и декорируем. И немножечко оттеняем. Чуть-чуть крошечки все равно нужно добавить. Куда дальше-то уже их оттенять? Да, крошечки, которые, получается, вырезали изнутри. Слушай, ну, может там какую-нибудь печеньку там даже, да, на самом деле-то? Сюда положить еще печеньки? Нет, крошечку. Ну, вот если... Она вообще не нужна. Просто это у нас... Мы так как с тобой фаршировали кекс, она просто образовалась. Ну, не выбрасывается. Да, правильно. Ну, правильно. Поэтому, естественно, может, мы не будем в следующий раз жарить банан. Мы польем карамелью и посыпем просто крошечкой, которая есть. Мы сейчас посмотрим. Мы попробуем и посмотрим, будем ли мы жарить в следующий раз или не будем. Ладно, хорошо. Так, вроде все? Все. Та-дам! Та-дам! Нет, ну, это очень красиво. Действительно, не будем считать, там, сколько калорий. Лучше не считать. Мы просто берем вилки, ложки. Давай ложки. А может, один пополам? Вот так мы же... Ладно, давай. Давай. То есть это для очистки совести, я правильно тебя понимаю? Да. Да, да. Так. Боже, это сладко-то. Ну, что сказать, ну, это вкусно. Ну, это, конечно, сладко. В общем, я так понимаю, главное начать. Начали мы с маффином, закончили мы капкейками. Я с бананом вот все-таки попробую. Давай. А там свежего тебе не попалось? Мне не попалось. Мне единственное, что понятно, что они сейчас тепленькие, а мне прям хочется холодка какого-то. Они, когда созревают, они становятся еще более влажными. Еще более влажными. Вкусно. Очень вкусно. Жареный банан. Зашел. Прям зашел. Нужен. Нужен, нужен. Хорошо. И холодное не будет казаться таким сладким. Ну, естественно, да. Само собой. Поэтому, конечно, все испек через край с суровой ниткой и ушел. Чтоб не видеть. Просто чтоб не видеть. Ну, это вкусно. Это вообще, да, это надо держать себя в руках, честное слово. В общем, я рада, что мы сегодня себя побаловали. Спасибо. Побаловали. Спасибо. Бальзам на сердце. Мы никому не расскажем, да? Не расскажем. Хорошо, ладно, чтобы столько съели сладко. Нам надо просто говорить всем пока. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...